Уважаемые танкисты, привет! С вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про СТБ-1. На фоне будет очень замечательный бой, как и обычно. Самые шикарные бои на самой всратой карте. Как только у меня появляется реплей с великолепным результатом, велика вероятность увидеть Утес. Есть еще одна карта, на которой часто бывают хорошие результаты. Это Затерянный город. Ну еще и Мураванка тоже всплывает частенько. Я бы для себя выделил эти три карты как самые лучшие. В плане результатов. Но не в плане горения жопы, потому что Утес просто. Я когда вижу, у меня уже начинает гореть. Этот бой был разыгран с самого начала просто великолепно. Я подловил на перезарядке СТБ-1, поставил его на каток и просто зарезал на месте. В целом СТБ-1 это танк, который я выкачал самый первый на своем аккаунте 10 уровня. Это первая моя десятка. И только сейчас я взял на нем три отметки. А значит время сделать по нему гайдик. Ведь гайдики можно сделать только после трех отметочек, а не сыграл два боя. На старом СТБ-1 у меня очень много боев было. Танк мне сильно нравился внешне. Это один из первых танчиков, который мне просто своей красотой внешне полюбился сразу. Я наверное только ради этого его изначально и прокачал. Я даже не знал какие у него там параметры, характеристики, плюсы и минусы. Я просто его увидел и пошел качать его. Все. После того как я выкачал, я не пожалел. Конечно танчик был не самого приятного геймплея из-за того, что орудие было с большой альфой, скорострельное, но очень кривое. Да и башня пробивалась очень часто. Получалось настреливать большие циферки урона только в ближнем бою, когда никто на тебя не особо напирал и давали тебе пространство для маневров. Во что же превратился за 7 лет СТБ-1? Во что его превратили? А превратили его просто одним словом лютая ярость, какой-то там берсек или дуэлянт, который просто пвп один на один задушит любого. Абсолютно. Такой лютой ярости я вообще ни в одном танке не видел. Если кто-то перезарядился, ты ему полный рот в ответ такой напихаешь снарядов, столько в ответ успеваешь ему натыкать, что любому танку становится плохо. И казалось бы, вот-вот у тебя урона ничего нет, но только кто-то где-то на карте отделился, и ты смог выехать на него в пвп, и если развел его на выстрел, все, его практически нет. Альфа, казалось бы, 360, но за один вражеский выстрел обычно ты даешь 2, а бывает даже 3. Конечно, не все бывают выстрелы с уроном, поскольку это World of Tanks, стабилизация у СТБ-1 просто великолепная. Такой малюсенькой дырочки на ходу можно увидеть только на 140-ом. Редко у кого такие дырочки бывают в этом мире, но вот у двух танчиков есть. Еще, конечно же, Леопард. Но никто не может так люто играть от башни, как СТБ-1, при такой стабилизации. Но тут есть очень маленький такой нюансик. Какая бы стабилизация и точность хорошая не была, всегда, я даже сам для себя это в некоторых видосах, наверное, говорю, в картошке никогда не бывает стабильно четкой стрельбы с нанесением урона. Этот танк яркий пример тому. Здесь очень хорошая стабилизация, но частенько урон не наносится. Здесь снаряды вообще как будто бы всегда против ветра летят. Куда-то их все время сдувает. Но при этом, если в целом посмотреть, если бы наносился каждый урон, это был бы перебор. И так очень много залетает. Просто почему-то очень сильно в глаза бросается тот факт, что при такой точности стабилизации что-то умудряется не залетать. Главное, очень сильно не обращать на это внимание, потому что все нормально. По первому времени от новой пушки СТБ-1 у меня пригорало очень сильно. Потому что раньше она была кривая и, понятно, не попадала очень часто, потому что она кривая. А сейчас она очень точная и стабилизированная, но при этом все равно иногда не попадает. Причем бывает даже просто впритык, всегда вверх летит, допустим. Но в целом все хорошо с точностью стабилизации, но часть снарядов всегда улетает в никуда. Это, видимо, суть стрельбы World of Tanks. В целом, про СТБ-1 вырисовывается такой стиль игры. Мы на карте должны увидеть, где можно выехать на кого-то в PvP-режим, имея при этом желательно рельеф, возможность развести на выстрел и тупо заколоть его своим скорострельным орудием насмерть. Прям просто на месте забить его скорострельностью своей настолько, чтобы он просто не успел за секунды даже опомниться. В этом бою еще был интересный момент. Их, конечно, было три, но расскажу я только про один. В конце боя, когда я выехал на Мауса, я только на реплее заметил, что когда я вел по ВЛД Мауса прицелом и заряжен был кумулятив, картошка в прицеле показывалась зелененькая. Мне интересно, настолько все плохо там с броней. Ну а в целом, про СТБ-1. Танк, конечно, очень классный и геймплей у него просто великолепный. И Type-61 мне тоже очень сильно нравится. В этом бою я поставил рекорд по урону на своем аккаунте. 10200 урона. До этого первые мои рекорды, которые по урону, я начал замечать, что они там какие-то есть. Это был объект 140. На нем было 9505 урона. Потом я побил этот рекорд на 907, 9506. Потом я перестал играть на десятках. Очень давно не играл в целом на десятках. Это, грубо говоря, небольшой камбэк на десятый уровень. И сразу такие результаты. В то время, пока я давно не играл на десятках, я на девятом уровне умудрился побить рекорд по урону. И он был на Type-61. На японце девятого уровня 9600. Потом я начал играть на восьмерках. На восьмерках я там набивал большие циферки, но до рекордов не дополз. И тут я два дня поиграл на СТБ-1. И сразу уже 10200. Это, конечно, шикарно. Из особенностей у этого танка очень часто ломается боеукладка. По возможности нужно чем-то эту дыру залепить у этого танка. Боеукладка ломается очень часто. Фугасы этот корпус пробивают там в борта и в крышку корпуса. Очень часто тоже. И от арты бывает тысячами прилетает. Также, когда вы играете от башни, во-первых, корпус лучше не показывать. Он крайне редко танкует. Если сильно наклонить танк назад, то ВЛД будет иметь нормальную привиденку. Но в целом ВЛД ватный. Танковать нужно только башней и больше ничего не показывать. Также, если вы, играя от башни, будете долго стоять на одном месте, у вас на башне есть небольшой лючок, туда тоже будут пробивать. В целом, лоб башни бронированный, но стоять как истука на одном месте нельзя. Также из минусов у этого танка эта подвеска гидропневмопомойная. Она очень медленно наклоняется, поднимается. В принципе, она очень такая деревянная и медленная. Поэтому иногда при возможности нужно танк заранее наклонять в нужную сторону и потом выезжать на врага. Потому что если вы выедете, а потом будете наклоняться куда-то, это займет довольно-таки много времени и может привести к плохому результату. Пока вы будете на бугре там жопой своей крутить. Для того, чтобы пневмоподвеска не двигалась и зафиксировалась, нужно, во-первых, чтобы скорость не превышала 30 километров, а во-вторых, зажать правую кнопку мыши. Тогда и башня, и подвеска зафиксируются и будут на одном месте. Таким образом можно заранее наклонить танк в нужную сторону и выезжать уже так, чтобы быстро все опустилось, стрельнуть и заехать назад. Но в бою, особенно в активном, не всегда получается это сделать. Ну а так в целом танк просто пушка. Девятка, десятка. Прям мое уважение. По модулям все стандартно. Досылатель, стабилизатор, вентиляция, доппайок. В целом танк горит у меня не очень часто. Но я пытаюсь жопу не подставлять. Во-первых, бортом танковать на этом танке не получится. Всегда помните, что корпус это дыра. Если вы подставили корпус, то вас пробили. Танковать можно только башней. Для этого у вас есть УВНы. Башня сама по себе плоская, играть от нее легко. И разводить на выстрел врагу тоже можно. Нужно только научиться. На канале есть стримчик по этому танчику. Можете посмотреть все бои. Там было очень много классных боев. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.